Мы очень любим конкретные разговоры и конкретные советы. Сегодня мы хотим вам конкретно объяснить, как взять и самостоятельно продать квартиру быстро и выгодно. В гостях у нас специалист по жилой недвижимости группы компании «Метро» Михаил Федоров. Доброе утро! С чего начинаем, прежде чем продаем квартиру? Ну, перед тем, как начать продавать квартиру, вообще человек должен договориться. Договориться, прежде всего, с самим собой. То есть он должен сделать осознанный выбор, он должен четко понимать, с какой целью он это делает. Соответственно, цель просто продать – это не цель. Как правило, целью может быть смена места жительства, переезд в другой город, улучшение жилищных условий, выплата ипотеки досрочно и много-много всего. Человек четко должен понимать, как он это будет делать. И впоследствии все этапы и, собственно, каждый этап продажи, он уже будет строиться, исходя из той цели, которую он должен видеть на финише, да, к чему он идет. Это будет все быстрее и проще. Как подготовить документы и саму квартиру к продаже? Что нужно учесть? Сейчас очень важно и очень актуально, перед тем, как выставить объект продажи, его подготовить. Основные моменты. Квартира должна быть чистой, квартира должна быть безопасной для просмотра, в квартире не должно быть личных вещей и лишних. Рекомендация убрать одну треть мебели и всех вещей, которые у вас сейчас есть на данный момент. И помимо подготовки квартиры, также необходимо привести документы в порядок. Очень многие люди в каких-то далеких 90-х годах получали квартиры, приватизировали, что-то утеряно, каких-то документов нет. Рекомендую их восстановить, потому что это очень важно, это сэкономит ваше время при подготовке документов к сделке, и, собственно, вы быстрее придете к результату. Нужна ли реклама? Либо достаточно просто где-то объявление разместить и еще что-то такое сделать? Вообще реклама нужна, она должна быть. Вопрос к качеству рекламы и к ее наполнению. Собственно, что мы должны показать в рекламе? Как правило, это размещение фотографий. Они сейчас просто необходимы. Фотографии должны быть красивыми, презентабельными, чтобы человек захотел посмотреть вживую, а все ли так хорошо, как есть. Описание, оно должно быть, на мой взгляд, ни большое, ни длинное. Описывать важные характеристики, которые есть в квартире. При этом мы не должны описанием вводить в заблуждение наших потенциальных покупателей. Допустим, если у нас нет балкона, можно об этом написать. Потому что люди не спрашивают в момент, когда договариваются о просмотре этот нюанс, приходят и говорят, а у вас балкона нет. Ну, и по сути мы тратим время и продавца, и покупателя. Соответственно, если есть нюансы, прописываем. Если есть плюсы, месторасположение, локация, наличие досуговых центров, школ, садов, каких-то престижных учреждений, детской площадки, всего-всего, транспортное. Безусловно, это все можно написать. Это важно для людей. Но расписывать каждую деталь, каждую мелочь не нужно. Задача объявления и прорекламировать свой объект, чтобы человеку захотелось вам позвонить. Когда он вам позвонит, вы уже, вот первый контакт, ваша задача, чтобы он пришел на просмотр. То есть ему так подать информацию, чтобы он захотелось посмотреть квартиру. В идеале, если у нас будет экспликация квартиры, если у нас будет информация краткая по квартире, у нас не будет никого лишних посторонних людей в доме, у нас будет запах свежесваренного кофе, выпечки какой-то, это потенциально привлекает людей. Человек же, когда заходит, покупая вторичное жилье, ему все равно неким образом хочется примерить на себя эту квартиру. То есть ему хочется понять, вот как тут будет кровать стоять, вот он будет просыпаться, будет ли венвить, там рассвет, закат и все остальное. То есть вот эти моменты важны. Квартиру вы подготовили, остаются документы, их тоже нужно готовить. Как это сделать и какие могут быть ошибки? Смотрите, предварительно документы на квартиру мы готовим заранее, допустим, до выставления квартиры в продажу. Документы непосредственно к сделке. Я вообще рекомендую обратиться к специалисту, кто занимается это профессионально. Ну, если у вас нет юридического образования, если вы там не хотите несколько недель посвятить изучению гражданского кодекса, лучше обратиться к специалисту, и вы будете максимально безопасно пройдет сделку. Самостоятельно что-то пытаться, даже если сделка легкая. Я всегда говорю, легкая сделка, большие проблемы. Очень часто встречается, что один продавец, один покупатель, вроде бы наличные деньги и так далее. И мы сталкиваемся с кучей всяких препонов, преград, как это, что. И ты понимаешь, что не все так просто. Поэтому придите в агентство недвижимости, к юристу. Сейчас очень много компаний, кто этим занимается. Выберите специалиста, он вам все сделает, вы останетесь довольны. Тем более, в любом случае, у каждого специалиста деятельность застрахована. И в дальнейшем можно будет не опасаться каких-то там нюансов. Ошибки. Самые распространенные. Распространенная ошибка людей, которые продают самостоятельно, они очень пренебрежительно относятся к риелторам, к специалистам в этой сфере. В чем это выражается? Ну, допустим, пишут в объявлениях, просьба не беспокоит, там, риелторов не звонить, там, или еще что-то. Мы, риелторы, подбираем своим клиентам, ну, мы агенты по недвижимости, подбираем своим клиентам те же самые квартиры. И мы просто тогда не приведем к вам, не покажем ее. И вы теряете потенциального покупателя. Надо быть добрее, надо идти на контакт с агентом, потому что он вам, на самом деле, может привести достаточно выгодного покупателя по хорошей цене и еще подготовить весь пакет документов без вашего участия, потому что, ну, он в этом заинтересован в результате. Еще одна такая распространенная ошибка есть то, что люди не идут на компромисс. Не идут на компромисс в плане сроков выхода на сделку, в подготовке документов. То есть и постоянно, каждый этап, вот такая борьба происходит. Но нужно быть более сговорчивее, нужно быть гибкими, потому что любая сделка – это компромисс. Лучше продавать квартиру самостоятельно либо же с помощью специалиста? Лучше продавать квартиру с помощью специалиста. Вопрос в выборе этого специалиста. Собственно, вы должны человеку доверять. И все у вас пройдет абсолютно гладко, каждый этап будет максимально прозрачен, вы будете понимать, за что вы платите, вам человек будет отчитываться о проделанной работе. И, собственно, с таким человеком он может в дальнейшем стать, как такой семейный риэлтор. Например, привожу, когда мы хотим подстричь волосы. Мы же можем подстричь себя сами? Можем. Так же мы можем продать квартиру? Можем. Вопрос как? Какими затратами? Сколько мы потратим времени? Сколько мы потратим деньги на покупку оборудования? Сколько мы почитаем литературу, чтобы подстричь? И не факт, что мы еще с первого раза себя подстричем так, как нам захочется. Собственно, так же все и здесь переносится. Сейчас очень узкопрофильные направления. Они вот с каждым годом все идут более-более узко. И все-таки нужен специалист в конкретном деле, в конкретном направлении. Невозможно все уметь и знать. Ну, это сложно сделать. Достаточно прозрачно, понятно. Друзья, хотите сами стать парикмахером-риэлтором, становитесь. Не хотите, доверяйте тому, с кем вам комфортно и, собственно говоря, выгодно. Это советует нам Михаил Федоров, специалист по пожилой недвижимости группы компании «Метро». Спасибо. Спасибо.